Дорогие любители Евровидения и Австрии, рада вас видеть на своем австрийском канале Хармонии Ностри. Я только что вернулась с самой высокой горы в Австрии, с Гросс Глокнера, набрала там целую горсть камней, и сейчас буду брать эти камни и один за другим забрасывать в огород участников Евровидения 2016. Начну я с топовых исполнителей и закончу теми исполнителями, которые не вошли в финал, но все равно заслуживают внимания в этом видео, потому что они были чересчур комичны и чересчур интересны. Так что если вы не смотрели четвертьфинал и полуфинал, я знаю, что вроде бы в России их не показывали, вам будет это видео очень интересно. Также если вы любитель юмора немецкоговорящих стран, и вам интересно послушать, как же австрийцы и немцы глумились над исполнителями песен в Евровидении 2016, над их образами, над их одеждой, стилем, прическами, то тогда смотрите это видео дальше. Да, на Евровидении 2016 победила Украина певица Джамала с песней 1944. Хотя, знаете, честно говоря, я не могу назвать это песней, это скорее всего стон или крик души Джамалы. Ей очень-очень действительно здорово удалось передать свою боль, свое такое настроение телезрителям, что отразилось, конечно же, на результатах зрительских голосований и на голосовании жюри. То есть она не оставила никого равнодушным. Хотя я помню, как-то несколько лет назад Верка Середючка говорила, что Евровидение – это такое шоу, где все приезжают веселиться и бухать. Ну вот видите, Джамала как-то развеял этот миф, вышла из этого стереотипа, шоу, развлечения зрителей, и больше попыталась проникнуть в их сердца, вызвать у них более серьезные эмоции, такие как сострадание, сопереживание. Ей это удалось, и она вышла на первое место. Как же глумились австрийские и немецкие СМИ по поводу Джамалы? Вы знаете, я была очень удивлена тому, что они абсолютно никак не шутили по поводу ее выступления или ее внешнего вида. Хотя это свойственно, знаете, немецкоговорящим странам. Они любят пошутить и над серьезными вещами, но тут, не знаю по какой причине, либо им был дан приказ сверху не шутить об этом, они больше уклонялись в сторону того, что эта песня политическая, даже не с политическим по текстам, а вот чисто политическая песня. Они освещали эту песню как, да, вроде бы она написана о событиях 1944 года, но на самом деле Джамала пела о настоящей ситуации, которая сложилась в Крыму с крымскими татарами. Сама она крымская татарка. Кстати, кому интересна эта тема, кто заинтересовался, а что же там произошло с крымскими татарами в Крыму, от чего так горько плачет Джамала, у нее вышел документальный фильм не так давно, две серии, я видела его в интернете, в открытом доступе, и вы можете посмотреть, там она рассказывает как раз всю эту историю, и о том, как она написала эту песню, о чем она. Я думаю, вам будет интересно узнать кусочек вот этой истории крымских татар, которые живут и по сей день в Крыму. В общем-то, это все, что я хотела сказать о Джамале, никаких шуток про нее не было, поэтому переходим к следующей участнице, к Австралии. Итак, как же шутили, как же глумились австрийские и немецкие СМИ над Австралией? Во-первых, они начали с самой Австралии. С какого перепоя, каким вдруг чудом, чудным образом вы, совершенно другой континент, участвуете в нашем европейском шоу? На что австралийцы им ответили, что в их стране живет очень много иммигрантов из Европы, и это шоу Евровидения очень-очень популярно в их стране, и вот таким образом они хотят наладить связи со Старым Светом, поэтому они напросились Европу принимать участие в этом замечательном шоу. Да, европейцы их вроде бы приняли, сказали «You are welcome», «Но кого же вы нам прислали? Это же европейка чистой воды, да? Иммигранка из Европы». По поводу этого отмачивали шутки. Вы знаете, что это вроде бы выступала исполнительница корейского происхождения. И сейчас, когда я куда-то еду, вот недавно была на Гросс Глокнере, как я вам говорила, и в ресторанчик, где мы обедали, вошла группа туристов, ну не знаю, откуда они были, из Кореи, из Вьетнама, из Китая или Японии, все они для меня, к сожалению, на одно лицо. И первое, что мне пришло в голову, ооо, это группа туристов из Австралии. Вот так вот эта девушка поменяла мои представления об австралийском населении. Над чем они еще шутили по поводу нее? А, им не понравился вот этот воротничок у нее на платье. Сказали, что это какой-то кусок старых обоев, на которые она налепила кристаллы. Не знаю, кристалл Сваровский, может быть. Ну, по мне, так нормально вроде бы. Симпатичное платье, блестит. Все как и должно быть на Евровидении. Немножко блестяшек. Спела хорошо, симпатичная девушка. Было прекрасное световое шоу сделано. Немного вот этих спецэффектов. Потом посмотрите, какие длинные, ну, якобы длинные, стройные ноги. Все прекрасно. По-моему, она очаровательна, очаровательна. А как вы считаете? Наши австрийские СМИ поглумились также и над жюри, над представительницей от Австралии. Ну, во-первых, первая шутка, да, кто это? Иммигрантка из Европы, конечно же, в жюри от Австралии. И вторая шутка была по поводу ее украшения, которое она вот здесь одела на грудь и на шею. Говорит, что это? Гирлянда одновогодней елки, которую она забыла снять после Нового года. Третье место, третье место на Евровидении заняла в 2016 году Россия исполнитель Сергей Лазаров с песней «You are the only one», которую он пел на английском языке. Как в итоге получилось, это стало очень скандальной песней, скандальное выступление, потому что Сергей по зрительскому голосованию выходил на первое место, но в сумме с голосованием жюри в итоге он перескочил с первого на третьем. И, конечно, его фанаты и фанаты России не смирились с этим и подали петицию в Евровидение, чтобы они пересмотрели результаты голосования. Но, насколько я знаю, что у них вроде бы ничего не получилось, но посмотрим, посмотрим, как будут развиваться дальше события. Может быть, они еще что-нибудь придумают. Что я хочу сказать об этом певце, о его исполнении. Сергей очень популярная личность в Москве. Все москвичи его любят. Это чистый, искренний, открытый, молодой человек. Очень талантливый. Он и в театре играет, и в цирке выступает, и сольную карьеру ведет. Молодец. Очень разносторонний, творческий человек. Он выполнял очень сложный номер. Помимо того, что ему нужно спеть очень чисто, без ошибок, нужно еще выполнять вот эти сложные, на мой взгляд, движения. Лазить там, посмотрите, тут что-то у него вылезло. Он должен тут поставить ногу, тут упереться рукой, тут остановиться. И все это он должен выполнить настолько органично и сделать это все уже как на автомате, знаете. И, конечно, все зрители только сидели, вау, 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 Сергей полетел, ой, тут он приземлился, тут он летит на звезде, ой, он в космосе. Конечно, вот эти спецэффекты произвели вау-эффект на европейских зрителей, и именно над этим глумились австрийские и немецкие СМИ. И, мол, русские просекли, в чем был смысл победы прошлого Евровидения, вы знаете, что там тоже были некоторые спецэффекты, которые произвели такой вау-эффект. И Россия слезала все с прошлого Евровидения, с победителя прошлого Евровидения и сделала очень много эффектов, которые, ну, не могли быть незамечены. Посмотрите, когда Сергей залез на солнце, европейские зрители вообще вот так сделали. Также я вам хочу сказать, что Сергею здесь дали кличку Штрудель-Пудель. Я сначала подумала, с чего такая кличка, может, потому что он такой же сладенький, как Штрудель, и такой же милый, послушный, симпатичный, как Пудель. А потом начала читать и узнала, что, оказывается, у Сергея есть частный бизнес. Он открыл кафе для собак и кошек, которое называется Штрудель-Пудель. И вот европейцам как-то, видимо, понравилось это название, и они ему дали такую кликуху. Штрудель-Пудель номер ван. Что хочу сказать, что я в четвертьфинале голосовала именно за Сергея, потому что из всех тех исполнителей он мне действительно понравился больше всех. И по выступлению, и по голосу, и по спецэффектам, по всему. Было очень-очень красиво, и я отдала свои 50 центов по смс-голосованию именно за Сергея Лазарева. Минусом его выступления, я считаю, ему немного не хватило сексуальности. Знаете, он для меня всегда останется черненьким и смеш, симпатичным, милым, наивным мальчиком, молоденьким. И даже вот этот его громкий распиаренный роман с Лерой Кудрявцевой не добавил ему сексуальности. Хотя вроде бы должен был как-то повлиять на это. Он, наоборот, из-за разницы в их возрасте сделал его еще моложе, а Леру Кудрявцеву еще старше. В общем, Серега, желаю тебе немножко возрослеть, чтобы в твоих глазах появилась какая-то сексуальная искринка. И, может быть, когда ты будешь так сексуально подмигивать в камеру, тогда ты получишь первое место. Хотя для многих русских, и для меня в том числе, это number one. Сережа, он наш любимчик, он наш фаворит. И, конечно, все россияне болели за него всем сердцем. И это вы увидели в зрительских голосованиях, по результатам которых он вышел на первое место. Болгария, Поле Генова, четвертое место. Представляете себе, такая маленькая страна Болгарии и заняла на Евровидении четвертое место. Они просто взорвали зал. Посмотрите, какая очаровательная певица, просто прекрасный мейкап. Какая у нее креативная стрижка. Тут длинные волосы, такие прямые, прям с этой стороны выбритые. Кольца такие оригинальные, маникюр вообще. Я, как девчонка, даю ей просто 5 баллов за образ. Так что смотрите, какой у нее интересный костюм. Необычный. Такое сочетание кожи, какого-то латекса. Какой-то немножко даже прозрачный материал. Идет синтетика. Такая и атласная юбка. Просто обалденное сочетание тканей. Дай мне любовь-то. Дай мне любовь-то. Дай мне любовь-то. Кстати, припев она пела на своем болгарском языке. Я считаю, что это выигрышно. Подействовало на то, что они получили такое высокое место. Четвертое. Я считаю, что, конечно, да, надо петь на английском языке, чтобы как можно больше европейской публики поняли, о чем ты вообще поешь. Ну, хоть немножечко, хоть строчечку давайте вставлять от своего родного языка. Вот, Сергей, если ты будешь выступать в следующем году, ну, спой хоть одну строчечку из припева на русском языке. Какое-нибудь слово такое интернациональное, типа давай. Кстати, европейцы очень любят это слово. Давай, давай. Итак, Поля Генова. Абсолютная победительница от меня, потому что я проголосовала в финале именно за нее и за ее песню. Да, отдала ей свои 50 центов. Зажгла, зажгла не только зал, зажгла телезрителей. От меня, вот, number one. Хотя она там в конце покажет, вроде так, тоже как Сергей, палец, но вот так потом сделает. Над чем глумились? Глумились над ее костюмом, мол, идею стырили с какого-то фильма. Ну, я не знаю, я этот фильм не видела, поэтому ничего не могу сказать. Для меня костюм очень оригинальный. Еще очень смеялись над ее коленями и над ее коленным танцем. Она так интересно вот так двигает коленями, видите? Ну, классно, классно она двигает. Мне, кстати, очень нравится. Они сравнили этот танец с танцем сумасшедшего шляпника из фильма «Алиса в стране чудес». Этот танец исполняет мой любимый, прекрасный Джонни Дэпс. Сейчас, когда песня закончится, я вам поставлю отрывок, и вы увидите, как он тоже-то... А видите, она так помахала пальцем. Браво, браво, браво! Просто для меня победители. Молодцы! А вот сейчас как раз вы увидите танец Джонни Дэппа из фильма «Алиса в стране чудес». Посмотрите на его ноги. Танец сумасшедшего шляпника. Правда, заводной? В общем-то, на этой ноте я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Обязательно поставьте лайк нашим исполнямам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...